Банки начали поднимать проценты по рублевым вкладам после повышения ключевой ставки до 8,5%. В среднем доходность увеличится на 5% пунктов. Например, в ВТБ максимальная ставка достигнет 10%. Это экономика главная. С вами Богдан Приход. Здравствуйте. Гречка может снова подорожать к осени. Средние цены на крупу могут вырасти с 41 тысяч рублей за тонну до 45 тысяч и выше. Отмечу, что до этого с апреля прошлого года цены наоборот снизились больше, чем в два раза. Об этом заявил гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Икара Дмитрий Рылько. Его слова приводит коммерсант. В Ассоциации РУСПРОДСОЮЗ, куда входит производитель Мистральтрейдинг, уже зафиксировали рост оптовых цен, хоть и небольшой. Основные причины – ослабление рубля, окончание сезона и рекордный экспорт. Россия за сезон 2022-2023 поставила за рубеж 262 тысячи тонн гречихи и гречки. Это примерно на 20% больше, чем сезоном ранее. Основные крупные покупатели в этом году – Узбекистан, Азербайджан, Таджикистан, Молдавия и Грузия. Производство крупы в России тоже выросло почти на 7% и установило новый рекорд – почти 415 тысяч тонн. Участники рынка также отмечают, что в первую очередь на ценообразование влияет объем и качество урожая. А что вот будет с ним, пока неизвестно. Аналитики считают, что в случае скачка цен покупатели будут просто выбирать более дешевые бренды, например, собственные торговые марки сетей. По ассортименту мы видим, что меняется. Вообще продукты питания – это достаточно эластичная группа товаров. То есть, если потребитель видит, что растут цены на бананы, к примеру, то он старается переключиться на что-то более доступное, типа яблоки, и наоборот. Поэтому то же самое происходит и в бокалейной группе. Наиболее дешевым, наиболее доступным продуктом является макарон. Конечно, если мы увидим рост цен, но это не означает, что греча пропадет с пола наших магазинов. Просто данная категория продуктов попадет в группу, ориентированную на средний и выше среднего потребительский уровень. Аналитики уверены, ресурсов для сдерживания роста цены у участников рынка нет. В июне этого года гречка в рознице стоила в среднем чуть меньше 90 рублей за килограмм. За месяц до этого чуть дороже, а год назад цена и вовсе превышала 140 рублей за пачку. Это данные Росстата. В Минсельхозе успокаивают. Ситуация на рынке круп стабильная, а пассивные площади и вовсе должны превысить прошлогодний уровень. Выплатим в следующем году. Минтранс пока не может погасить долг перед авиакомпаниями в 2 миллиарда 800 миллионов рублей, пишет коммерсант. В речи о льготных рейсах на Дальний Восток за 2022-й. Ведомство предлагает перенести оплату, опасаясь исков от перевозчиков. Ведь если ради этого долго сокращать другие годные программы, то эта цитата может привести к сокращению перевозок по социальным маршрутам. Дефицит субсидий на этот год оценивается больше, чем в 4 миллиарда рублей. Отмечу, в 2022-м перевозчики выполнили рейсы на Дальний Восток почти на 10,5 миллиардов рублей, из которых Минтранс в этом же году компенсировал около 7,5 миллиардов. На субсидии в бюджете предусматривалось чуть более 12 миллиардов рублей ежегодно, только в 2025-м чуть меньше этой суммы. Источники коммерсанта ожидают сокращения на социальные перевозки на Дальний Восток в этом году, как минимум на 2 миллиарда рублей. В Минтрансе это комментировать отказались. Крупнейшие авиакомпании, кстати, тоже. Только в Аэрофлоте сообщили, что не намерены сокращать количество рейсов в ДФО и Калининград. На этих маршрутах действует собственная программа плоских тарифов. Аналитики, в свою очередь, отмечают, без субсидий на льготные тарифы полеты на Дальний Восток для других перевозчиков будут нерентабельными. Сокращение добычи газа в России в июне замедлилось. По данным коммерсанта, российские компании произвели 45 миллиардов кубометров сырья. Это лишь на 4,5% меньше, чем годом ранее. Такая статистика связана с ослаблением эффекта высокой базы 2022. Напомню, что с мая прошлого года «Газпром» начал резко сокращать экспорт в Европу из-за перевода платежей покупателей в рубли. В прошлом месяце компания поставила в регион менее 2 миллиардов кубометров газа. Если брать прошедшие полгода, то добыча сократилась почти на 10% в годовом выражении. Производство также снижает и «Новотек». В июне компания впервые ушла в минус по темпам добычи с начала года. Эксперты подчеркивают, такая динамика, скорее всего, связана с техническим обслуживанием «Ямал-СПГ». Ожидается, что в августе остановится еще одна линия завода. У «Лукоила» «Газпром» нефтью «Сургут» нефтегаза также падает добыча. Нарастила ее только Роснефть. В первом полугодии показатель прибавил 71% по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Это произошло за счет увеличения мощности Роспана и Харампурского месторождения. Киеви-банк с сегодняшнего дня, цитата, «временно и частично ограничил возможность выводить средства с кошельков на банковские счета» по предписанию Банка России. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании. По итогам проверки Банком России, выполнение требований к составлению отчетности и введению документации, были выявлены недочеты, типичные для крупных организаций уровня Киеви-банка. Мы находимся в диалоге с регулятором с целью уточнения всех деталей предписания и устранения выявленных недочетов. Лимит самоперевода на банковскую карту – 1000 рублей в месяц. И это затронет все кошельки физлиц. Также клиенты платежной системы не смогут пользоваться СБП, снимать наличные и платить из средств в электронном кошельке по кредитам, за исключением займов в микрофинансовых организациях. В компании уточнили, по-прежнему можно перевести рубли на Киеви-кошельки любой другой страны и получать с них же деньги. Также предписание ЦБ не касается обычных платежей. Разрешено расплачиваться в магазинах карты Киеви-банка, пополнять счет мобильного, оплачивать ЖКУ, игры и другие услуги. Это не первый случай, когда Киеви устанавливает ограничения по требованию ЦБ. В декабре 2020 года платежную систему оштрафовали на 11 миллионов рублей и запретили на полгода некоторые операции. Власти решили продлить на год действия пошли на экспорт подсолнечного масла. Напомню, они истекают 31 августа. Ограничения ввели весной прошлого года для защиты внутреннего рынка и продлевают их с той же целью, сообщили РБК в Минэкономразвитии. Итак, продолжает действовать экспортная пошлина на вывоз семян подсолнечника. 50%, но не менее 320 долларов за тонну. Плюс запрет на вывоз семян до семян рапса до 29 февраля 2024 года. Также на год продлят и плавающие пошлины на вывоз подсолнечного масла и шрота. Это такой погочный продукт, его используют в качестве корма в животноводстве. Экспорт этих же продуктов запретили и с территорий новых регионов до конца этого года. Иностранцы с видом на жительство в России смогут разморозить свои активы. Как РБК рассказали в Центробанке, у них также есть возможность свободно продавать купленные в стране ценные бумаги и не пользоваться специальными счетами типа С. При этом регулятор ссылается на указ президента от марта прошлого года, который ввел особый порядок использования обязательств перед нерезидентами. Там сказано, все выплаты в адрес иностранных граждан должны перечисляться в рублях на счета типа С. Однако без разрешения прав комиссии вывести их за российский контур не получится. Иностранцев СВНЖ от этого освободили. Также в их отношении не действует предписание, которое запрещает брокерам продавать ценные бумаги по поручениям иностранных клиентов. Иностранные граждане, постоянно проживающие в Российской Федерации на основании вида нажительства, не рассматриваются как недружественные нерезиденты для целей применения ограничений на совершение сделок с ценными бумагами. Вот с такой трактовкой возникают и риски. Из разъяснения ЦБ следует, что на счета типа С можно переводить деньги с других таких же счетов. То есть в теории иностранцы без ВНЖ могут попытаться вывести деньги через валютных резидентов с видом нажительства. Правда, эксперты оценивают эти риски как незначительные. МВФ не ждет ничего хорошего. Фонд снизил прогнозы роста мировой экономики в этом году с 3,5% до 3%. В развитых странах темпы замедлятся и вовсе до 1,5%. И все из-за спада в промышленности и исчерпания эффекта от роста в сфере услуг. Германия оказалась единственной развитой страной, где МВФ ждет сокращение ВВП. По прогнозам экономика там упадет на 0,3%. В свою очередь развивающимся странам вредит ослабление внешнего спроса, а также геоэкономическая фрагментация. Геоэкономическая фрагментация усиливается. Могут обостриться существующие риски раскола мировой экономики на блоке на фоне войны на Украине. При этом может появиться больше ограничений на торговлю, трансграничное перемещение капитала, технологии и рабочей силы. И ограничения на международные платежи. В качестве одного из рисков нового прогноза в МВФ называют снижение активности в Китае, что неизбежно повлияет на торговых партнеров страны. Напомню, по итогам первого квартала рост ВВП в КНР оказался ниже ожиданий. Показатель увеличился более чем на 6% год к году, но к первому кварталу рост не превысил даже процент. В фонде также отмечают, что рост ставок уже негативно сказался на состоянии деловой активности. Однако инфляцию все же удается победить. Правда, главной причиной замедления роста цен в МВФ считают снижение цен на сырье, а не монетарное ужесточение. Смотрите РБК и будьте в курсе экономических и не только новостей.